По разным данным в России сейчас от 11 до 16 миллионов людей с ограниченными физическими возможностями, то есть в среднем каждый десятый. Но не стоит думать, что все они люди с изломанной судьбой, которые жалуются на жизнь, сидя в четырех стенах. Скорее наоборот, зачастую у них можно поучиться тому, как нужно любить жизнь и получать от нее истинное удовольствие. Например, инвалидность третьей группы не помешала Кириллу Хлегентову стать студентом дневного отделения Российского университета дружбы народов, работать оператором и монтажером, и в то же время завоевывать все новые награды в своем любимом пауэрлифтинге. Он уже неоднократно получал золото чемпионата Европы, был призером мирового первенства, а теперь готовится к паралимпийским играм в Пекине. Может быть, добиться успеха во всем ему помогает жизненная кредо, делая только то, к чему лежит душа. Все, что нравится, надо заниматься только этим. То, что именно тебе подходит, когда человек делает что-то с душой, с любовью, добивается он хороших результатов и приводит это к лучшему. Но принципы принципами, а без хорошего тренера никуда. Нынешний наставник Кирилла – один из первых в нашей стране, кто занялся проблемой тренировки спортсменов с ограниченными возможностями. Вскоре он стал тренером сборной, хотя сам пришел в пауэрлифтинг для инвалидов из сборной СССР по гимнастике. Там еще ничего не было разработано в те годы. 15 лет назад никто этим не занимался. Это был такой кладезь, можно делать все, что угодно было. Это интересно было. Вообще эти виды спорта, паралимпийские, они только начали развиваться. Впервые, однажды только единственные выступали женщины у нас, а мужчины еще не выступали на Европе, на Америке. А на Олимпийских играх впервые выступали в Сиднее, целая сборная команда. Вот я готовил их. Хотя Кирилл и его наставник бесспорно достойны уважения, все же куда труднее приходится тем, кто не может ходить. Для них круг доступных дисциплин намного уже. Тем не менее, со временем этот круг расширяется. Так, совсем недавно в Москве появилась новая игра – боча, которая быстро нашла своих поклонников. И уже начали проходить первые чемпионаты. Своим развитием в России боча обязана таким энтузиастам, как Галина Филиппова. Прирожденный лидер и настоящий оптимист. Еще до того, как заняться новой игрой, она создала в Москве команду по керлингу «Планета льда». Это еще один вид спорта, которым могут заниматься инвалиды-колясочники. Надо сказать, за команду Галине и ее товарищам пришлось побороться. Я писала даже Юрию Михайловичу, и вот с его как бы, ну, я не знаю, как это сказать, разрешение, добрые руки еще как бы. И вот, в общем, получилось, что нам разрешили делать в Москве керлинг. Терпение и труд победили. Но если взрослые люди, пусть и с ограниченными возможностями, могут самостоятельно организовать свой досуг, то детям никак не обойтись без поддержки. Хорошо, что есть такие места, как детско-юношеская спортивная школа номер 80, где тренируется команда юных плотцов. Как правило, ребята попадают в команду с подачей родителей, но обычно не жалеют об этом решении. Кто-то хочет сам, кого-то на начальную подготовку, я смотрю, родители приводят нам, можно сказать, выставляют немножко. А потом, когда они в коллектив попадают, все-таки вот великое дело, они втягиваются сами. То есть им интересно становится это. Зажигаются, прям глаза горят, хочется тренироваться, соревноваться. Тренер Елена Щелочкова, сама в прошлом член сборной России, не скрывает гордости за своих нынешних подопечных. Ну вот за год работы у нас было зачислено в школу всего 30 человек в прошлом году. 15 человек у нас уже имеют разряды спортивные, массовые. 6 человек в этом году мы повезем на Кубок России, будут участвовать уже. У 20 человек планируем, что будут участвовать в чемпионате Москвы по праву. Ну, то есть подтягиваемся, подтягиваемся, развиваем массовость и вот высшие достижения стараемся тоже достать до звезд. Но как бы не радовали успехи этих ребят, как бы не восхищала целеустремленность Галины и ее команды, все же вопросов в секторе инвалидного спорта по-прежнему больше, чем ответов. Взять хотя бы проблему транспорта. Таких центров, как те, о которых мы рассказывали, немного даже в Москве, не говоря уже о других регионах. Поэтому до ближайшего из них многим спортсменам приходится добираться через весь город. Не все родители могут привозить своих детей на тренировки. Не все взрослые в состоянии регулярно оплачивать специальное такси. Разве это не повод создать тренировочные базы в каждом районе, чтобы можно было добраться до них без труда? Разве не должен инвалидный спорт, как и спорт вообще, быть доступным каждому? Тем более, что для людей, у которых проблемы со здоровьем, спорт больше, чем просто досуг. Лежать, плакать, что у меня все болит, очень сложно. Ну, это болит, конечно. Она боли уже не уйдет. Она уже никуда не уйдет. Она так останется, боль при тебе. Но как-то превозмочь нужно. И когда ты приходишь и видишь хороших ребят, веселые у всех лица, у тебя все уходит. Все боль. Когда ты чем-то занят, боль забывается, уходится. Потом только ложишься ночью, понимаешь, ой, да, у меня же утром вставало, вроде где-то что-то болело. А это все ушло. Потому что когда приходишь, видишь хороших людей и занимаешься спортом, все уходит. Спорт, конечно, спорт. Это вообще движущая сила.